Итак, друзья, у нас ровно 300 человек, уже 301, сейчас будет точно 302. Я думаю, самое время начать. Я ставлю на запись сегодняшнюю встречу. Я думаю, что у нас есть несколько человек тоже, кто записывает встречу. Так что мы перейдем непосредственно к теме беседы. На связи с вами Илья Манин из Солнечного королевства Таиланд, в котором абсолютно нет туристов, город Паттайя абсолютно пустой. Такого никогда не было. И именно во многом благодаря тому, что сейчас COVID и в мире очень странное время, мы здесь будем зажигать по полной, потому что то, о чем мы будем рассказывать, именно в тяжелой экономической ситуации даст возможность большому количеству людей заработать деньги и вернуть какую-то мечту. В частности, это касается сетевиков, которые мечутся из компании в компанию, из проекта в проект в поисках чего-то такого, с чем они смогут развивать свой бизнес в течение длительного времени, может быть, года, двух, трех. Мы искренне верим, что Dezzy – это как раз та самая система. И сегодня у нас первая русскоязычная встреча для всех партнеров, клиентов, кандидатов, интересующихся, кто присматривается к Dezzy, потому что волна Dezzy сейчас уже превратилась в цунами и окутала весь земной шар. Лидеры заходят с абсолютно разных стран, несмотря на то, что еще нет регистрации и проект не запущен. Я сам знаком с компанией Endotech уже около года, с Анной и Дмитрием тоже знаком около года, Эдуард, который вслед за мной выступит, знаком больше, чем год он об этом расскажет. И мы хотели бы построить сегодняшнюю встречу следующим образом. Для начала хотелось бы просто рассказать о том, с чего все это началось, потому что вы знаете, что очень хорошо продаются классные истории. Вот у нас есть такая действительно классная история. Прямо каноническая, суперская, которую люди с огромной радостью покупают. И я с огромным удовольствием хотел бы передать микрофон сразу же Эдуарду. Это мой хороший товарищ и бизнес-партнер из Орегона, из Соединенных Штатов, с которым мы 3,5 года очень плотно работаем, дружим, в разных местах земного шара встречаемся. Правда, после марта, к сожалению, мы не покидаем наши страны. Эдик находится в Штатах, я нахожусь в Таиланде. Не самое плохое место Таиланд, где можно быть запертым, скажу честно, но, тем не менее, факт того, что мы не можем сейчас встретиться и делаем бизнес в онлайне, он немножко такой печальный, но мы верим, что в следующем году все исправится, и мы с вами также сможем оффлайн встретиться, потому что мы будем планировать какие-то оффлайн мероприятия. Эдик, тогда у меня просьба к тебе рассказать вообще, с чего началась эта история с Эндотеком, как появился на горизонте Эндотек компания, как ты узнал про компанию, да, как ты встретился, я знаю, что ты летал в Израиль, передаю тебе микрофон. У нас одна еще маленькая ремарка, да, на фоне огромного количества разных языков, разных рынков у нас есть огромное, огромное преимущество, которое заключается в том, что и Анна, и Дмитрий, которых вы сегодня услышите, это русскоязычные люди, поэтому русскоязычный рынок у нас в суперски привилегированной ситуации. И Эдуард, в частности, хотя уехал в Соединенные Штаты в глубоком, так сказать, детстве, вот, отлично владеет русским языком, вот, и будет говорить на русском языке, так что никакие переводы не нужны. Эдик, микрофон твой, расскажи, пожалуйста, историю. Спасибо, Илья. Значит, ну что, у нас осталась ровная неделя до запуска DayZ проекта, и последние три месяца у нас были очень-очень заняты, мы реально спим, может быть, по 3-4 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все мои партнеры, и не только партнеры, не только разработчики, я знаю, Анна там, и в 3 часа ночи иногда нам что-то пишет, какая-то что-то у нее мысль пришла там, очень так интересно. Так же самое лидеры, которые, ну, к нам присоединились и присоединились, и серьезно начали строить, тоже очень реально я вижу огромные хорошие такие лидеры, которые вообще не спят, они просто не могут спать и от радости, и из-за того, что такой поток большой. То есть мы что-то сделали большое такое, который поток, я думаю, наверное, не наверное, а больше всего, что побьем очень большие рекорды именно в этой индустрии, да. Но перед тем, как я бы хотел коротко рассказать, как вообще, как это все организовалось, да, и коротко о себе, то есть я вообще в 96-м году начал изучать стак-маркет, то есть я совсем был молодой, в 19 лет было, да, я пошел учиться на это, я даже не знал, что форекс существует, да, я знал стак-маркет, я, то есть это хотел, именно как на Wall Street думал, там, работать таким, да. Конечно, тогда вообще не технологии, это было вообще старые времена, да. И в 99-м году я услышал про форекс, для меня это было вообще что-то новое, я подсоединил форекс, это в свой портфель добавил, начал потихонечку его изучать. Очень интересно было, был такой момент, что я даже держал эксклюзивные права в Орегоне и в Вашингтоне, в штате, над всеми, там, с одной брокерской компанией, самой большой брокерской компанией по форексу здесь в Америке. Ну, вперед так провести, потом я начал, как бы, больше делать инвестиции не только в трейдах, не только на маркете, а также и, то есть, как его назвать, real estate, забыл, как слово скажет. Недвижимость. Недвижимость, да, я извиняюсь, иногда забываю русские слова. Также бывает, я и английские слова забываю, да. Ну, и, как у меня получилось именно, я все время работал в традициональных бизнесах, да, у меня свой бизнес, и в 2008 году я нечаянно наткнулся на сетевой маркет, совсем, то есть, случайно, нечаянно. Я был, находился в кофе, заехал в кофешап, и сидел один мужчина, который начал со мной разговаривать, разговаривался, короче, в конце он мне продал бутылку сока. И оказалось, эта бутылка сока была именно в сетевом маркете, да. И оттуда у меня очень спонтанно, я не собирался ее строить, я даже не знал, что это сетевой маркет. У меня в доме была бутылка на камер-тапе, очень красивая. Друзья пришли, все к этой бутылке, все сразу хотят знать, что это такое, да. Я всем говорю, не трогать, не трогать, потому что, ну, у них мысли другие, да. А оказывается, за то, что я ее охранял, эту бутылку, то все хотели еще больше, да. И получилось, что, в конце концов, за короткий промежуток этого времени я в этой компании стал пятым, самым больше зарабатывающим в этой компании. И я почувствовал вот этот вкус сетевого маркета, как бы, как звезда, что-то такое, да. Мне это начало, конечно, нравится. То, что я даже не знал, что мне нравится. Конечно, я был застенчивый, я никогда при людях так много не разговаривал на тот момент. Но, так же, как у меня есть вот к финансам очень большой интерес к трейдингам, и у меня, то есть в 2015 году, в 2014 году мне один из друзей позвонил и попросил, чтобы я проверил за него одну из здесь американских компаний, которая открывается именно на рынке сетевого маркета с финансовым обучением, там на трейдинги. Ну, я зашел просто как клиент попробовать, и к тому времени я увидал нормальную компанию, мне понравилось, и я ее как бы совместил и финансы, и сетевой маркет вместе. Это вот уже шесть лет будет, и я до сих пор с этой компанией, да. То есть, и вот благодаря этой компании, можно сказать, я познакомился с SenderTech. Почему? Потому что я начал строить именно сети не в Америке. Я начал выходить там, где люди не говорят на английском. Это в Азии, в Японии, там, в других местах, где люди не говорят на английском, и мне нужен был такой продукт, который будет, ну, полностью на автопилоте, чтобы не нужно человеку было выставлять, изучать. То есть, и я, если точно помню, по-моему, вот в прошлом году, в девятнадцатом году, в августе, а может быть, даже в июле, когда мне начали говорить про один из моих друзей, мне рассказал про Endotech, и я связался с одним из Endotech, его звать Адам Рубин, это VP, то есть вице-президент, или как по марке, там, я не знаю. По продажам. По продажам. Вот, вот, спасибо. Ты меня исправляй, я, если что-то там скажу. Буду, буду исправлять. Да, да. Я поговорил, я посмотрел ихнюю историю, конечно, мне понравилось, то есть, и я сразу ему на первом звонке сказал, если вы это сможете делать, я спокойно могу сказать, просто даже от себя, от своей группы, мы сможем завести вам сотни миллионов. Но, конечно, так как эти, так как они концентрируются именно на институтах, клиентах институтов, я не знаю, на русском такое слово есть институты? Институциональный клиент. Вот, видишь, даже, я просто сам придумал это слово, с английского на русский, да? То есть, и, то есть, чтобы присоединиться к Endotech, то, ну, он мне сразу сказал, 120 тысяч на год заплатить, и вот оттуда у нас начался, как бы, разговор, смотреть, каким образом мы можем создать Endotech и сетевой маркет, потому что в сетевомаркете таких денег нет, да? И сказать, мы прошли очень длинный процесс, у нас там был такой процесс, где уже и Endotech чуть, то есть, уже не хотели почти, что с нами что-то согласны, потому что, ну, компания наша, она, она Public Retraded, это публичная компания, я не знаю, да? И не так уж просто было все это организовать, потому что там четыре хозяина, и там еще есть какие-то управляющие, но у меня там вес достаточно большой, и я смог это пробить, я смог пробить, чтобы начать. И вот я решил, перед тем, когда мы запустим, полететь в Израиль, то есть я, конечно, подсоединил свой аккаунт, вообще маленький у меня там в Binance закинутый был аккаунт, на которых я все время разные баты проверял, мы даже с Ильей некоторых баты вместе проверяли, и так, положишь там тысяч 10, и потом и спустилось, и положишь что-то, и там и спустилось, и вот у меня там, по-моему, несколько тысяч на аккаунте лежало, и я думаю, давай вот его подсоединим сюда же на End Attack, и пусть он работает, и посмотрим. Я уже там договорился с Дмитрием, Дмитрий, это один из, он здесь присутствует сегодня, это один из COO в End Attack, у нас очень много интересов одинаковых с ним, ну, вот мы подсоединили мой аккаунт, он начал у меня трейдиться, я начал замечать, что происходит, и, ну, реально настоящий трейд, я знаю, как оно работает, да. В феврале в этом году, в 20-м году, я полетел в Израиль, встретился лицо, то есть, ну, с командой End Attack, с доктором Анной, с Дмитрием, Арем, там еще пару человек, которые подошли, и вот здесь я хочу рассказать мое именно, коротко, как я, когда сидел, вот я в комнате, если Дима и Анна помнят, у меня такое было в один момент, когда, когда вот доктор Анна рассказывала, там что-то она рассказывала, как именно они делают оптимайзинг, как у них эти трейды, Дима так спокойно все время сидел, все время молчал, никогда никого не перебивал, если только ему что-то спросят, скажут, тогда он что-то такое мудрое скажет, да, и Арем совсем на другой волне, он как какой-то там тысячу километров в час на, без конца на компьютере писал, и у меня такое впечатление было, если кто-то это смотрит, у нас есть в Америке фильм, называется Hero, как бы герой, это люди, которые с какими-то, как их назвать, у них какие-то есть способности нечеловеческие, да, вот у меня такое впечатление, какое-то мгновение было, я помню даже этот момент, как я улыбнулся сам себе, может они видали, что улыбка, она вообще была не по теме, это улыбка, да, но я просто улыбнулся, у меня такое впечатление, как будто я находился среди каких-то людей, которые люди, ну, оно таки есть, если вы посмотрите, когда, ну, больше изучите, я надеюсь, скоро доктор Анна даст нам всем вот этот белый документ, white paper, где она расписывает все про эту новую, которую мы запускаем, новую AI, то вы увидите, то есть это человек, не просто там какой-то гений, это в моей голове, то есть это вообще, я помню, я книгу взял, посмотрел, думаю, что там вообще непонятно, о чем прочитано, она мне говорит, ой, я это так люблю, это для меня, это самое наслаждение, то есть мы провели очень хорошо время, я поговорил, я сто процентов был уже, я понял, что с этими людьми будем работать, и это не то, что короткие, это будем работать до последнего, это то, что мне нравится, и так, значит, получилось то, что мне позвонил Дима, потом уже, когда я улетел, мне Дима позвонил, Дмитрий позвонил, сказал, что у них есть там пару предложений от других инвесторов, именно интересуются, проинвестировать в них, и это были серьезные, сначала было одно предложение там, местное, потом другое, где-то с Азии предложение от инвесторов, которые хотели инвестировать в них, конечно, это меня поторопило сразу подумать, думаю, нам нельзя этот пропустить промежуток, потому что кто-то их захватит, и потом уже поздно будет, то есть, нам нужно это быстрее сделать, но тот момент, когда мы заключили с нашей компанией, с которой работаю, я не буду называть компанией имен или что, там есть свой план, там план очень достаточно дорого, вначале надо заплатить, чтобы стать членом этой компании, потом каждый месяц платить, и для маркетов таких, как Россия, Украина, Таиланд, Вьетнам, ну, это вообще для них, ну, это не для них этот маркет, потому что, ну, не будешь платить просто полтора тысячи, потом по 200 долларов каждый месяц, просто, чтобы только доступ иметь к этому, потом ставить, да, и мне Илья сразу обратился, говорит, слушай, нам нужно план поменять, а как это сделать, конечно, план такой компании менять, это, ну, когда уже все идет, ты не поменяешь просто в компании план. И у нас была идея открыть свой, просто на русский маркет, и может на какие-то азиатские страны, открыть, как бы свой отдельный такой, хедж фонд стайл, да, но, но также, чтобы было, вот эта реферал программа была, то есть, как на русском, реферальная программа, реферальная программа, да, тут тот же самый момент, один из моих близких друзей, тоже его звать Джейми Рома, он уже здесь из американцев, он был, он также в компании, в которой работал, он один был из фондеров, там, в другой программе, да, и я его познакомил, также, конечно, и с Анной, и с Дмитрием, с Энтетек, ему понравилось, это очень серьезно, и он начал мне тоже звонить, говорит, слушай, надо что-то свое начать, ну, потому что он понимал, что маркет другой, он работал тоже так очень, так по всему миру, не просто в Америке, да, и отсюда, отсюда это, в принципе, родилось, вот здесь, эта идея Дейзи, это все родилось, как что сделать, потому что, на тот момент, мы уже поняли, что у Анны есть, намного больше, выше планы, именно это не просто, как AI, а следующая разработка, это очень, достаточно берет, много времени, привлекает с собой уже, больших ученых, которые будут разрабатывать, там уже большие растраты, там не просто, что нужно 10 миллионов, на разработку, на компьютера, на сервера какие-то, а там также нужно, очень большой океан, который может, и миллиарды, то есть, как минимум, от 200 миллионов, и до полмиллиарда, а можно и больше, то есть, для того, чтобы выпустить что-то, нужно, чтобы у тебя этот капитал, был на трейдах, продолжал трейдиться, то есть, я пример часто привожу, такой, что вот допустим, ты хочешь научиться плавать, да, ты же не будешь плавать без воды, да, то есть, то же самое здесь, ты хочешь разработать какой-то, там, бат, но ты же не можешь его разрабатывать, не, не находясь в маркете, да, то есть, для этого нужно, я думаю, и Анна здесь намного больше расскажет, но, короткое, последнее, что получилось, вот я, в августе, в конце августа, был в Лас-Вегасе, и мне Джереми Рома позвонил, и говорит, мне нужно срочно с тобой встретиться, он в Калифорнии, недалеко оттуда, это с Лас-Вегаса, он ко мне подъехал, в отель, мы с ним посидели, где-то полтора часа, он разложил все, вот я помню, как он разложил все, и он говорит, такая идея, и я хочу, чтобы ты был моим партнером, то есть, я, конечно, сразу сказал, знаешь, говорю, то есть, ну, вот у нас с компанией, НДТ работает, плюс я с Ильей уже, мы уже с ним тоже вот на грани наступать, чтобы начинать вместе, теперь, тут здесь вот я, твоя идея, как бы вначале, не совсем это посмотрел, но когда он начал рассказывать про Смак-Кончак, то я уже знаком с Мак-Кончак, Илья, мы уже с ним знакомы, Смак-Кончак, когда мы это все увидали, я увидал, я говорю, мне нужно сразу с Ильей поговорить, я говорю, давай мы сделаем, говорю, если самое что-то будем делать, то нам нужно просто объединиться вместе, обговорим, и вот здесь мы уже вместе, как бы обговорили, соединились, и вместе одним, как бы, вперед, и вот отсюда у нас начались бессонные ночи, не просто только у нас, а большой всей нашей команды, мы начали привлекать самых больших лидеров, которые нам очень много, как бы, своих идей дали, здесь у нас, отсюда уже у нас разработалось все шире, шире, на сочне, и на сегодняшний момент сам смотрю, и я просто не представляю, если мне кто-то про эту компанию сказал, что они сейчас наступят, я бы, наверное, не то, что там по три часа спал, я бы вообще ничего не спал, я, кстати, поехал к своему доктору, он моторопад, я ей сказал, мне нужно все самое, я говорю, спать не буду в следующих три месяца, она говорит, ты же себя убьешь, я говорю, я не, мне нужно, говорю, все, что у тебя есть, самое лучшее, так, чтобы я мог, то есть, принимать это, то есть, я поехал, я там, закупился, привез домой, там куча ванок, жена говорит, что это такое, я говорю, следующих три месяца спать нельзя, так что, вот так вот у нас идут дела, Илья, если что-то еще есть, я буду идти. Эдик, да, спасибо, такая развернутая история, вот, ребята, я понимаю, что здесь в комнате у нас много народу, и многие вообще не знают, наверное, куда попали, то есть, пригласили людей на что-то такое интересное, крутое, вот, Эдик рассказал историю, может быть, больше для тех, кто, наверное, чуть-чуть что-то слышал и знал, да, поэтому давайте я вам немножко в двух словах объясню вообще, где вы находитесь и что мы замутили в хорошем смысле слова, вот, находитесь вы на предзапуске проекта Дейзи, это не компания, это смарт-контракт, здесь нет генеральных директоров, здесь нет менеджеров, здесь никто никого не терминирует, здесь не могут задержаться выплаты, вот сетевики, я знаю, обожают в кавычках, когда задерживают им выплаты, когда компании скамятся неожиданно, да, в кавычках тоже это обожают, вот здесь это все исключено, потому что это децентрализованная система на смарт-контракте, и до сих пор смарт-контракты работали последний год-полтора, было много успешных, нашумевших проектов, но они все конечны, потому что у них не было какого-то реального продукта, в системе Дейзи, то, что впервые мы сделали, почему сейчас нас так много в комнате собралось, ну, естественно, послушать доктора Анну Беккер, мы все ее сейчас послушаем, вот, но собралось, потому что раз, наверное, в 10 лет возникает, это называется, смена парадигмы, да, то есть возникает что-то такое, что взрывает мозг абсолютно всем, то есть здесь как раз вот такая ситуация, получается так, что впервые удалось совместить модель смарт-контракта с реальным, реальным продуктом, именно реальным, то есть мы говорим о том, что здесь абсолютно реальный, прозрачный трейдинг, он будет аудироваться, все будут на 100% понимать, где и как деньги торгуются, в торговой части, плюс, помимо этого, здесь есть краудфандинговая часть, и есть возможность получить акции одной из, наверное, наиболее бурно растущих компаний в следующем году, компаний Endotech, и, Эдик, еще раз спасибо тебе за предысторию, за то, чтобы, ну, люди поняли, да, как вообще началось знакомство с Endotech, значит, примерно все поняли о том, как все закрутилось, завертелось, то есть мы хотели делать что-то свое на русскоязычный, на азиатский рынок, вот, появился Джереми со своими идеями, с идеей смарт-контракта и немножко другого маркетинга, мы поняли, что это гораздо более убедительно, гораздо более трендово, сразу же сходу, да, то есть я помню, я помню, когда я услышал на том разговоре, когда мы втроем общались, когда он рассказал, я услышал, мне не нужно было даже там 5 секунд думать, я сходу все поймал, то есть я тренды очень хорошо чувствую, однозначно, я думаю, Эдик, ты так же, да, потому что про смарт-контракты, естественно, мы знаем, хотя мы в них не участвовали, вот, и плод наших трудов, всех вместе, да, мы все трудимся вместе с вами, последние 2-3 месяца, он очень-очень скоро уже выкатится на рынок, мы надеемся, что 15-го числа это произойдет, таргет у нас на 15-е число, но всего этого не произошло бы без нашего генерального партнера Endotech, сразу же, ребята, я хочу сделать оговорку, Endotech и Deasy, это две разные вещи, у Endotech есть свое Deasy, свой Deasy, это как раз то, во что мы краудфандим, и об этом Анна нам еще расскажет, но наша маркетинговая система, вот этот смарт-контракт, это отдельный Deasy, это не тот Deasy, который разрабатывает Endotech, вот эта маркетинговая система, смарт-контракт, она не разработана Анной, она не является маркетинговым департаментом Анны, да, чтобы все четко понимали, то есть есть Endotech, это наш генеральный партнер, которого мы очень любим и ценим, и весь мир сейчас смотрит на Endotech, да, и есть система Deasy, и вот в этой системе Deasy, в маркетинговой, мы с вами будем здесь зарабатывать, мы будем здесь тусоваться, у нас будут какие-то оффлайн-встречи и так далее, но это просто маркетинговая система, и по большому счету, сегодня мы краудфандим Endotech, завтра мы можем краудфандить что-то другое, какие-то другие направления, может быть, это будет искусственный интеллект по медицинской части, да, может быть, мы с Анной будем дальше тоже сотрудничать, может быть, что-то другое, вот, но это очень важно и с юридической точки зрения, потому что сейчас уже в интернете идут какие-то непонятные статьи о том, что Анна с Дмитрием, компания Endotech, запустили какого-то тези непонятного, который еще не запущен, вот, я хочу четко это описать, чтобы не было недопониманий, и сейчас мы немножко затянули, вот, ну, Эдик увлекательно все рассказал, это важно, да, это важно, вот эта история, чтобы не было никаких гэпов, чтобы не было никаких там трещин, очень важно понимать, с чего все началось, да, и полный, развернуто все рассказал, все как есть, ребята, вообще у нас все как есть, мы ничего не преувеличиваем, мы не любим какого-то хайпа, да, какой-то лжи, мы все работаем равноправно и честно и открыто, именно поэтому с Анной, когда я тоже познакомился, я снимаю шляпу, вот, перед этим человеком, потому что, на самом деле, человек очень незаурядный, как Эдик сказал, человек со сверхчеловеческими возможностями, вот, но при этом, при этом без короны на голове, ребята, это очень-очень важно, да, потому что сколько мы видели, даже в нашей индустрии, у нас даже встречались, попадались без названия компании, другие доктора, которые имели эту корону, да, вот, и скажу честно, да, я считаю, я в бизнесе давно, я считаю, что в бизнесе как раз преуспевают те люди, у которых этой короны нет, чем больше корона у человека на голове, тем меньше его можно назвать бизнесменом, да, то есть в настоящих кругах бизнеса это не ценится, это не украшает человека, вот, поэтому я с огромным удовольствием сейчас хотел бы передать слово Анне, Анна, если можешь, тогда возьми микрофон, и я предлагаю, да, я предлагаю нашу беседу построить в ключе вопросов-ответов, вот я подготовил, вот ли со всей нашей команды, да, русскоязычной, я подготовил буквально несколько, 4-5, у нас нет времени на то, чтобы там 50 вопросов из чата задавать, да, ребят, мы основные вопросы зададим, которые нас волнуют, мы также с Эдиком здесь строим бизнес, мы также здесь в сети, мы также будем двигаться по маркетингу, как и все, вот, мы здесь не владельцы, мы не директора, да, это смарт-контракт, мы все в одинаковых условиях работаем, вот, соответственно, я подготовил те вопросы, которые наиболее часто нам задают, вот мы с Эдиком спим мало, общаемся много, и получаем примерно одни и те же вопросы, поэтому, Анна, мой первый тебе вопрос, сейчас я включу свою шпаргалку, наверное, всех очень интересует, кто же такая доктор Анна Бекера, о которой сейчас все говорят, с чего вообще ты начинала свою карьеру ученого, может быть, да, и как пришла в искусственный интеллект, расскажи, пожалуйста, пару слов, вот как ты бы могла о себе рассказать, мы знаем, мы читали, мы видели LinkedIn, мы читали, мы переводили, но, пожалуйста, буквально, если коротко сможешь рассказать. во-первых, всем очень приятно видеть, что столько людей пришло послушать о проекте, мы это очень ценим, потому что действительно проект для нас очень важен и интересен, и мы как бы тоже, как вот ребята говорят, не спим, мы давно не спим, но это по нам видно, и надеюсь, что это ценится. Значит, немножко обо мне, я из Москвы оригинально, училась в математической школе, вот, считалась в некотором смысле такой пройдя-чайлда, и в 16 лет переехала в Израиль, в Израиль я сразу поступила в институт, есть тут институт технион, он считается один из топовых институтов в мире по технологии, и сразу я пошла на отделение компьютер-сайенс, на компьютеры, и я знала, что я хочу уже в 18-19 лет, я уже знала, что я хочу быстренько перекинуться на искусственный интеллект, потому что с раннего детства это то, что меня интересовало. В 19 лет я начала свою вторую степень, на которой, опять же, как человек, у которого очень много энергии, я решила, что я хочу решить что-то нерешаемое, и мне повезло, что мой шеф, мой адвайзер, он согласился на этот эксперимент, накинул мне задачи, которые были открыты долгое время, никто не мог их крэкнуть, и сказал, вот тебе год, попробуй, потом посмотрим, в крайнем случае сделаем что-нибудь другое. И за этот год у меня получилось решить одну из задач, которая очень мне помогла во многих аспектах, потому что это оказалось задачей, которая используется во многих областях, которая используется и в, например, в Genome Project, в генетическом проекте, она используется во многих алгоритмах, она используется в искусственном интеллекте, и сразу опубликовали ее, изучают на первых курсах университетов Stanford, Berkeley, нашего института и так далее. И оттуда уже моя карьера академическая полилась достаточно просто, я много ездила по конференциям, и на одной из конференций я встретила тоже одного ученого, который сказал, давай напишем книжку по Bayesian Networks. Bayesian Networks – это некоторая область, которая близка к Neural Networks, столько она пользуется, ей пользуется в Microsoft, в NAS. Почему? Потому что она дает также объяснение, почему вещи происходят, то есть она не слепая. В Neural Networks есть некоторый уровень того, что не видно, почему вещи произошли, там, наоборот, фокус идет на casuality, на то, почему вещи происходят, и вероятностные системы и так далее. Так, я выйду из совсем детства. Потом был период первой компании, Strategy Runner. Это была компания, которая работала в Чикаго, в Нью-Йорке, в Лондоне, в Сингапуре. Интернациональная компания. Идея была старта по платформам для алготрейдинга. То, что важно было, что, как и сейчас, это был алгоритмический трейдинг во всей его красе, полностью автоматический. Профессионалы писали стратегии, мы их выполняли для клиентов по всему миру, были подключены к самому регуляторной системе commodities, то есть Chicago Market Dial Exchange, CBOT, LIFE и так далее. И там как раз произошло то, что через нас прошло огромное количество девелоперов, девелоперов систем. То есть мы видели, какие системы работают, какие они работают. Буквально 300 систем прошли через мои личные руки. Когда мы продали эту компанию в одиннадцатом году пятому брокеру в мире MF Global, то я вышла опять искать себя и решила, что я хочу продолжить создание систем, создание именно стратегий. И я пробовала это разными. То есть мне было важно охватить эту область, не только просто поработать в ней, а именно охватить ее с разных сторон. И разработать стратегии, разработать системы, и поработать в разных ассетах, в форексе, стоках и так далее. И к моей радости у меня получилось вот за эти годы, достаточно много лет прошло, но я как бы каждые 2-3 года пыталась охватить какую-то область, охватила область трейдинга своими системами, конечно. Это было в 2012-2013 году. Системы на форексе работали с 150 миллионами, были потрясающие результаты по 27% в месяц. То есть начало было в этом стиле, потом я решила перейти и посмотреть, почему разные хедж-фанды успевают, не успевают, почему у них получается, почему они падают. Было 2 года работы с достаточно большим количеством фондов, которые по разным причинам работали вместе со мной и раскрывали мне свои секреты, потому что оказалось, что это очень тяжелая область и люди ценят, когда ты можешь вместе с ними разобраться с проблемами, помочь им и так далее. То есть был у нас такой, даже создался такой форум, когда ко мне приходили и пытались разобраться, почему что-то не работает и как помочь трейдовать. Потом был период работы вместе с брокерами, то есть помочь брокерам работать с клиентами, используя искусственный интеллект. А потом Дмитрий, который работал с нами, с которым вместе работали в Strategy Runner, в 2017 году он обратился ко мне и сказал, смотри, тут назревает ситуация очень интересная, что можно сделать камбэк для Strategy Runner, потому что Strategy Runner, он был первый, который создал алго-трейдинг для ритейл-клиент. Но мы это сделали в очень регуляторном маркете, и этот маркет, у него было очень маленькое количество ритейл-клиентов, потому что там были в основном все профессионалы. И поэтому и стиль роста там, и количество клиентов нам не позволило иметь такую взрывную ситуацию, как в крипте. И когда он мне предложил это в 2017 году, как всегда, карма начала работать на нас, мы получили инвесторов именно в проект, которые помогли нам это поднять, мы вместе с ними работали два года. И с тех пор, с 2018 года, мы запускаем вот эти стратегии, которые были созданы с 2012, как бы их исток в 2012 году, вот эти стратегии запускаются с 2018, вы видите их результаты на нашем веб-сайте. И вся технология, которую мы разработали за эти последние три года, это, в принципе, был мой личный фокус – создать технологию для алго-трейдинга, которая стабильная. Стабильная для клиентов, стабильная для экзетюшена, стабличенная с точки зрения результатов и так далее. Дмитрий был 100% ответственный за разработку компании, как компании, это он познакомился и с Эдом, и он сейчас вам расскажет больше со своей стороны, как все происходило с точки зрения именно компании, как мы развивались. Он ответственный за то, что у нас сейчас достаточно большое количество денег уже бежит в реальных деньгах, мы трейдываем, то есть все наши результаты – это уже не мечта, а это уже сбывшаяся реальность, которая у нас происходит последние три года. У нас тысячи клиентов, да, когда я говорю тысячи, это еще пока не десятки, но несколько тысяч у нас есть. Это мы публикуем все результаты, все данные о нас, опять же, Дим ответственный за то, что он потребовал эту трансперансию, чтобы мы были очень чистыми с точки зрения того, что мы показываем. И, в принципе, на этом все. Значит, а насчет Дэйзи, Илья, мы перейдем к Дэйзи? Наверное, да, наверное, я еще Диму спрошу, может быть, чуть-чуть про эндотек, вот про стратегии, да, попозже. Наверное, все очень хотят, Анну, услышать, что же такое Дэйзи 2.0, вот этот вот суперинтеллект, о котором мы так ждем, вот этот white paper, о котором Эдик упомянул, да. Пожалуйста, расскажи буквально коротко. Я постараюсь уложить, да, постараюсь. Это простым языком, тут у нас не все такие гениальные, кто в комнате сидит, да, мы тоже. Ну, я думаю, что как раз люди относительно все гениальны, и у меня такое отношение ко всем, поэтому, по всякому случае, обычно меня все-таки понимают, поэтому я не думаю, что я чем-то отличаюсь от кого-то другого. Значит, Анна, я пару моментов, я еще раз всем напоминаю, да, вот что, о чем сейчас Анна будет рассказывать, это то, во что мы с вами, начиная вот со дня запуска, будем вкладываться через краудфандинг, через систему Дэйзи, да. Это суперинтеллект, это новое поколение искусственного интеллекта, об этом Анна сейчас расскажет, чтобы вы понимали, во что идут ваши деньги, да, что они не идут там куда-то, не пойми куда, вот, и всем, все задают один и тот же вопрос, что же это такое за суперинтеллект? Да, с удовольствием. Значит, как мы это видим? Мы, используя искусственный интеллект и весь наш вот опыт работы в трейдинге, мы смогли создать эндотек. Эндотек, технология, стратегия, искусственный интеллект, позволил нам на крипте добиться очень хороших результатов, да. Я всегда начинаю говорить с риском. Мы находимся в рынке, который очень позволяет нам достичь очень высоких результатов. Это может быть 200%, 300%, это могут быть очень высокие проценты. Самое главное, сколько ты рискуешь для того, чтобы это получить. Если ты рискуешь сотни процентов, это уже неинтересно. Поэтому мы, как эндотек, добились результата, что ты рискуешь меньше 40%, чтобы получить 100%, 200%, 300%. И мы показали, что наши результаты стабильные. Для этого мы использовали, опять же, первый уровень искусственного интеллекта, где мы делаем оптимизацию, динамический лернинг и так далее. Теперь из моего опыта работы с другими фондами и вообще обсуждения трейдинга и идей с огромной индустрией, квантов, людей, которые хотят это сделать, я поняла одну вещь, что стандартными способами мы это не решим. Каждый пытается залезть в какую-то маленькую нишу, найти там маленькую альфу и из этого сделать деньги. И получается, что да, это возможно. Залезть в нишу, найти какой-нибудь сток, сектор стоков, и там с помощью получить какую-то дополнительную альфу можно. Я сейчас себя потеряла. Да-да-да. Меня видно? Видно-видно, слышно. Если чуть-чуть погромче, если можешь говорить, чуть-чуть тихий голос. Хорошо. Постарайся погромче. У меня новая камера, поэтому я не знаю, насколько это работает. Все гораздо лучше стало, да. Да. Я буду говорить громче просто. Поэтому с точки зрения мы знаем, что искусственный интеллект способен схватить маленькие альфы, и на них люди уже умеют делать деньги. Я слышала таких идей, которые работали, десятки, не скажу сотни, но десятки работающих идей, на которых работают разные фонды. Теперь, что нас интересует? Нас интересует сделать заход как бы сверху искусственного интеллекта, поэтому мы называем это суперинтеллигенс. Я не имею в виду интеллект, который станет умнее нас. Да, это очень важно понять. Есть понятие суперинтеллигенс, которое говорит, это умнее человека, и он захватит в конце концов мир, потому что он захочет вытеснить людей из ресурсов. Нет, мы имеем в виду суперинтеллигенс, и это новый уровень искусственного интеллекта, который базирует свои аксиомы не на стандартных аксиомах, которые мы используем для финтека, которые мы используем для трейдинга и для инвестиций, а другие. Я могу дать пример, что поведение людей в финансах, если мы пойдем по интуитивным понятиям, как оно должно работать, оно не работает. Любой человек, который пытается с интуицией выиграть деньги, у него не получится, поэтому нужно создать новый уровень правил, который это делает. Это первый элемент нашей суперинтеллигенс. Второй элемент – это новые нетворки, которые мы используем. Это не стандартный neural network, это не стандартный Bayesian network. Это системы, которые позволяют дать новые объяснения, огромные даты, которые мы будем собирать. Теперь очень важное понятие даты. Какое же мы говорим? Daisy, decentralized или data – это огромное количество даты, которые мы начинаем собирать. Как мы говорим, данные – это из данных мы хотим получить понимание, почему рынки двигаются с таким стилем, каким они двигаются. Теперь на данный момент есть много систем, которые показывают какие-то вещи, которые работают или не работают. Мы с помощью данных, которые с одной стороны, как я их называю, кроллеры и сентинели, будут проверять political, economic и другие факторы внутри стран. Мы хотим создать такой хит-мап, который будет показывать, что, например, в Японии сейчас начинается ситуация. Скорее всего, она повлияет на какой-то определенный рынок. Там волатильность поднимется. И как только мы получаем этот сигнал от системы, у нас есть стандартная система эндотека, которая знает, как технически получить из этого результат. Мы ищем с помощью нашего super intelligence волатильность, которая нам позволит там трейдовать. Теперь, то есть мы хотим выйти за уровень объяснения только криптомаркета, который будет первым этапом нашего DAISY, помочь нам разобраться с криптомаркетом на уровне фундаментальном и выйти на уровень, что мы добавляем к криптомаркетам на рынке. Теперь наша основная проблема эндотека, которая есть, которую мы пытаемся решить с помощью DAISY, это то, что нельзя быть в рынке, который не дифферсифицированный. То есть там настолько все коррелировано, что если следующий год будет тихим, то будет очень сложно вырваться. Пока мы думаем, что год будет очень активным, все будет в порядке. Ну, скажем, следующий год будет тихим. И для этого нам нужны будут новые рынки, которые мы сможем трейдовать. Мы знаем, что все время существуют эти рынки, все время есть эти ситуации. Сейчас с ковидом, я не скажу, слава богу, но с ковидом эта ситуация становится все более и более взрывной. Индустрия становится ярко поляризированной. У нас есть рынки, которые совсем не работают, например, туризм. С другой стороны, рынки, которые работают замечательно, как хайдековские элементы. Поэтому эта поляризация создает нам волатильность, и нам нужна система, которая сможет с помощью суперинтеллигенс определить, что на что влияет, и из этого огромного количества данных выдать нам сигналы, куда стоит зайти техническими системами, чтобы начать трейдовать. Это наш суперинтеллигенс, который мы хотим добавить за следующие полтора года к нашей существующей системе. В ней будет огромное, скажем так, две взаимодействующие компоненты. Компоненты, компоненты нового типа искусственного интеллекта, который у нас есть уже наработки. Мы работаем с NVIDIA, мы работаем с существующими алгоритмами, новыми алгоритмами. И, конечно, элемент даты, который мы уже собираем, который мы работаем достаточно большой уже группой, которая помогает решить, что поставить на хитмап, на каких данных начать проверять, потому что все мы знаем garbage in, garbage out. Мы не собираемся просто залить в нашу машину миллион информации и ожидать, что что-то выйдет. То есть обязательно две команды. Команды сильных AI-щиков, которые умеют обрабатывать данные и ищут новые методы, и команда аналистов, которые исследуют и собирают данные и работают вместе с AI-щиками. Анна, я, к твоему позволению, как чуть-чуть Эдик иногда поправляю. Вот AI-щики – это специалисты по искусственному интеллекту. AI – это искусственный интеллект по-английски. Да, да, AI-щики. Вот, что хотела добавить, почему, опять же, я называю это superintelligence, потому что, опять же, как мы доказали, да, как доказали многие годы последние, что теоремы Гёделя, я надеюсь, что кто-нибудь слышал это, если не слышали, я очень советую сейчас услышать это, потому что это тема, которая вам поможет в жизни. Да, это не только наука, это не только математика, это поможет в жизни. Есть в логике, очень продвинутые логики, есть теоремы Гёделя, которая говорит, что если ты находишься внутри системы, ты не можешь доказать, что она консистентна. То есть, если мы сидим как группа, как человечество и пытаемся доказать, что мы нормальные, да, мы нормально функционируем, мы не сможем это сделать. Обязательно нужен input и дополнительная аксиома извне. И это то, что мы пытаемся сделать superintelligence, мы говорим, мы не можем больше базироваться на том, что существует. Нужно выйти, посмотреть на всё сверху, на все страны, на все экономические, политические связи, на все рынки и попытаться всё-таки разобраться, что действует. Выйти из позиции того, что мы смотрим на финансы, как на какое-то стихийное бедствие. На данный момент все на это смотрят, как потом объясним, почему это взорвалось, да, а никто не пытается сделать настоящую систему. То есть, конечно, есть хедж-фонды, есть ученые, которые делают какие-то элементы, и благодаря этому мы можем зайти. Если бы совсем ничего не было, конечно, мы не стали бы изобретать, но нету это еще попытки. Поэтому, с моей точки зрения, Дейзи, как проект, это действительно гейм-ченджер, чтобы мы, как ученые человечества и так далее, попробовали разобраться все-таки, что на что влияет. Анна, огромное спасибо. Я думаю, что примерно люди поняли. Но на самом деле, я это слушаю уже раз, наверное, третий, начинаю сам тоже понимать, более ясно с каждым разом, да. Наверное, последний тебе вопрос, потом мы попросим Дмитрия еще ответить на парочку вопросов. Вопрос такой, который все задают. Вот если ты давно находишься на этом рынке, у тебя наверняка много связей на этом рынке. И Эдик говорил о том, что есть, допустим, менчурные фонды, которые предлагали инвестицию в этот суперинтеллект. Почему ты согласилась на партнерство с маркетинговой системой Дейзи по привлечению краудфандинга? А именно мы знаем, что мы привлекаем 10 миллионов на разработки, и, может, ты в двух словах скажешь, на что эти 10 миллионов? Да, пойдут. И сумма от 300 до 500 миллионов под управлением, да, для того, чтобы брать, ну, с живого трейдинга брать информацию, которая максимально будет помогать вот эту наиболее эффективную систему разработать. Вот ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Да, я давай начну как раз, наоборот, с конца. Почему 500? Потому что, просто немножко объяснить с моей точки зрения, действительно, разрабатывать системы в сухую – это очень неправильно, потому что теряется вот эта связь обратная с экзекьюшеном, теряется много связей. Поэтому, конечно, часть уже разработана и будет разрабатываться в сухую, да, но как можно раньше надо начинать пробовать, тестировать аккуратно, но доходить до каких-то элементов. Это первое. И то, что мы руководим какими-то, сейчас уже больше 10 миллионов, это хороший этап проверки и развития, но действительно нужно продвигаться в те стороны. Теперь, с точки зрения, почему Daisy и краудфандинг, а не VC, по нескольким причинам. Во-первых, личная причина. Все, кто находится в финансах и в трейдинге, есть очень тяжелый эмоциональный фактор, да, что ты помогаешь богатым, да, то есть у тебя есть уже богатые люди, ты помогаешь дальше богатым стать еще богаче. И в этом есть некоторый психологический проблемный фактор, хотя бы для меня. Потому что ты все время слышишь, что маленьких им дают форекс, они проигрывают деньги, и это то, что им доступно. А большие, у них есть хедж-фонды, которые делают им сотни процентов, и это то, что работает. С этим у меня есть конфликт. Я считаю, что на каком-то этапе эта разница должна как-то начать сглаживаться, должно быть появляться возможности для нормальных, как бы для людей, которые еще не там. Это не должно быть совсем, опять же, мы же не говорим о людях, у которых есть только долги. Эти люди не могут зайти в нашу систему. Но если у тебя уже есть какой-то капитал, у тебя должны появиться возможности как-то, чтобы этот капитал работал. И, опять же, моя личная любовь – это к high risk, high return, потому что это game changer. То есть ты живешь с каким-то уровнем капитала, и ты пытаешься, чтобы он изменился. И вот это high risk, high return – это именно здесь. То есть люди, которые способны взять риск, которые способны трезво оценить ситуацию и решиться на изменение своей ситуации. Анна, для тех, кто не понимает, тоже, опять-таки, не все просто английские понимают, high risk, high return – это высокий риск, высокий возврат. То есть Анна имеет в виду, что система трейдингов, в которой вот эндотек последние три года работает, и дальше тоже, да, и капитал через дези будет заходить в эти системы, она предполагает достаточно хорошую доходность, но вместе с тем есть определенный уровень риска, да, вот это называется, high risk, high return. Не определенный, а высокий уровень риска. Высокий уровень риска. Да, и я как бы хочу, опять же, всем это донести, потому что это очень важно. Мы находимся, мы специально ищем рискованные рынки, поэтому, когда мы говорим о очень высоких реторнах, это действительно, это может быть 100%, это может быть 1000%, это может быть выше, да. Поэтому эти рынки, они позволяют большую игру. Но тут нужно быть готовым, что может произойти так, что 30%, 40%, а может и сам рынок вернуться до такой степени, что пропадет большое количество денег. Опять же, это не риск того, что мы не продумаем, как трейдовать, это просто риск вот этой инфраструктуры, которая происходит. Но, опять же, наша цель – это уменьшить эти риски. Дези нам позволит зайти сразу в несколько рынков и это сделать. И поэтому, с моей точки зрения, когда VC, да, это я записываю на… Венчурный капитал, да, тоже, тоже не все знают. Венчурный капиталы – это идти с институционалами к институционалам. Меня больше интересует попробовать привести много клиентуры, с которой мы можем помочь. Опять же, очень важно, чтобы она была обучена, чтобы они заходили, люди, с последними своими деньгами, чтобы это не было гемблингом. Это не гемблинг ни с какой стороны, потому что это попытка из скилла… Как это скилл называется? Скилл – это умение. Умение обрабатывать информацию, умение получить результат. У нас высокие вероятности, у нас высокие… Опять же оставлю на слово «вероятности», да, результатов, поэтому это не гемблинг. Но, с другой стороны, это высокий риск. Да, Илья? Да, я все понял, да. Огромное спасибо. Я думаю, что примерно мы здесь все поняли. Вот, значит, ребята, вот этот краудфандинг позволит… позволит извлекать достаточно хороший доход, но при этом мы все понимаем, что мы идем на высокий риск. И мы абсолютно четко об этом будем говорить, вот, и на презентации, да, хотя я напоминаю, что юридически это краудфандинг, это не инвестиции в трейдинг. Я сейчас говорю про систему DASY, да, потому что у нас есть две вещи. Одно – это эндотек. Эндотек, если даже сейчас вот вы на сайт зайдете, работает с институциональными, крупными инвесторами, и об этом, наверное, уже с Димой мы поговорим, вот про, может быть, про статистику, да, про какие-то вещи. Но важно понимать, что в реальном финансовом рынке это действительно так, да. И если кто-то привык к каким-то таким вот сказочным ежедневным процентам, которые рисуются в кабинетах, да, и кто-то вам говорит, что здесь особенно нет риска, да, ну, понимаете, ребят, надо снимать уже розовые очки, вот, возвращаться к реальности. И здесь у нас настоящий трейдинг, настоящий трейдинг. Это означает, что когда есть прибыль, мы видим прибыль. Если есть какой-то период, неделя, месяц, убыток, вот я, допустим, тестирую сам, да, боты с марта месяца, вот Анна тоже это знает, да, я видел убыток, например, даже в 20%. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Я много лет в инвестициях, я зашел как инвестор. Любой инвестор, он должен понимать, что в инвестициях месяц, два, если какая-то просадка или что-то нормально совершенно, да, то есть мы ориентируемся на полгода, на год. Но что самое важное, то, что в течение года, Анна, поправь меня, если я что-то не так говорю, статистически за прошедшие три года, по крайней мере в Вендотеке, никогда не было ни на каком боте минусов, если брать такой вот период одного года, да, и средняя доходность была достаточно высокая. Это очень важно. То есть у нас есть история прошлого, конечно, которая не гарантирует, да, что-либо в будущем, вот, но дает некоторые основания, ну, в какой-то мере испытывать эту систему, да, вот поэтому мы с вами собрались. Анна, огромное спасибо. Ребята, я предлагаю вам поставить огромное количество плюсиков. Вот, мы будем приглашать Анну и дальше. Анна у нас всегда будет VIP-гостем, но сейчас, конечно же, время... А, сейчас одну секундочку, я разблокирую чат. Прошу поставить плюсики, а никто не может. Сейчас, одну секундочку. Так. Вот сейчас вот возможно, да, чтобы и Анна тоже увидела. Предлагаю поставить большое количество плюсиков. Вот, я думаю, всем будет приятно, Анне будет тоже приятно. Огромное спасибо, Анна, за то, что выделила время. Знаю, что ты, как все мы, да, сейчас не спишь, мы в предзапуске, у нас нет время для сна. Вот, я думаю, что то, что ты рассказал, было всем очень крайне интересно. И я, с твоего позволения, дальше хотел бы вызвать Дмитрия. Дмитрий, если ты с нами, проявись, пожалуйста, я тебя не вижу. Приветствую, Илья. Приветствую всем. Так, во, во, супер, все, да. Дима, привет. Значит, ребята, знакомьтесь с Дмитрием. Опять-таки, да, кто из вас видел сайт, вы знаете, наверное, что Дмитрий является CEO, то есть, ну, по-русски, исполнительный директор, операционный директор компании «Эндотек». Это человек, который с самого начала прошел весь путь в компании «Эндотек», и до этого ты с Анной работал, да, насколько я знаю, то есть вы вместе проходили длительный путь на этом рынке финтеха, на финансовом рынке. И, Дмитрий, прежде чем показать какие-то вещи по статистике, потому что я знаю, вот все задают вопрос, в чем, в принципе, вся, на самом деле, ну, проблем это у нас нет, в чем наша задача, как маркетологов, да, доказать то, что система «Эндотека», она рабочая, то, что это не скам, это не пирамида, это не хайп, здесь не рисуются какие-то проценты, как в каких-то проектах, да, здесь все настоящее. Это делается очень легко, потому что есть трехлетняя статистика, и есть какие-то вещи, которые вот сегодня Дмитрий согласился показать, и мы прямо от руководителя компании «Эндотек», да, это с вами увидим. Но прежде чем мы это сделаем, еще один вопрос, вот, Дима, я тебе задам. Люди задают вопрос, что, чтобы точно мы все уяснили, да, компания «Эндотек», она существует с 12-го у нас года, вот, сейчас уже у нас 20-й год заканчивает, правильно, то есть она 8 лет существует, на крипторынке вы последние 3 года. Соответственно, вот эти 3 года есть хорошая динамика и так далее, да, вот, как Анна сказала, это розничный рынок, розничные инвестора, которые через крипторынок как раз могут заходить, и почему у нас сейчас фокус как раз на розничных, скажем так, клиентах со всего мира, вот, а до этого компания «Эндотек» занималась разработкой алгоритмов для других рынков, правильно, Дима? Я правильно понимаю, да, то есть с 12-го по 18-й год была тоже предыстория, это не то, что «Эндотек» стартовал с 18-го года, потому что некоторые видят, что сайт с 18-го года только задает вопросы. Знаешь, как это бывает, у нас, в нашей индустрии, MLM это всегда так, люди смотрят, начинается скепсис, вот, написано с 12-го года, а сайт только с 18-го года. Вот если буквально, может быть, пару слов касательно этого ты скажешь, то, что было до 18-го года, буквально два слова, да, это не самое важное, и потом перейдем к статистике. Спасибо. Во-первых, очень приятно видеть такое количество людей, это неожиданно, вот обычно на Zoom бывает, ну, в лучших случаях, там пару сотен юзеров, а тут уже перевалило за 400, было 400. Да-да-да, 400, да-да-да-да. Ну, думаю, что всех скептиков мне придется огорчить. У нас команда профессиональная работает уже очень-очень много лет на рынке, и, ну, в принципе, как бы ядро компании Энтотека, это ядро компании Stratody Runner, то есть у нас программисты, у нас продукт-менеджеры, мы с Анной являемся членами команды Stratody Runner. То есть мы работали вместе уже больше 10 лет, скоро будет уже 15, и, безусловно, опыт работы у нас есть на всех рынках, начиная еще со Stratody Runner. Stratody Runner был организован Анной в 1999 году, и компания продалась в 2011 году. То есть, ну, опыт действительно очень у нас большой, и с 2012 года, да, вот пошла вот новая, новая серия разработок Анны, и с 2017 года мы очень плотно стали работать с крипторынком, ну, собственно говоря, так как крипторынок на тот момент и по сегодняшний день предоставляет волютильность и уникальные возможности для любого трейдера. Да, хорошо, спасибо. Вот, и, наверное, Дмитрий, теперь вот то, что всех интересует, это какая-то, какая-то статистика. То есть, мы понимаем отлично, что участники Дэйзи через краудфандинг часть средств будут направлять, то есть не участники, а смарт-контракт будет направлять непосредственно под управление, под ваше управление. И таким образом не будет возможности на личном счете, например, на Binance наблюдать, вот как до сих пор розничные инвесторы некоторые делали, да, или как институционалы делают, да, наблюдать всю статистику в режиме реального времени. То, что я тоже тестирую, ну, уже на шести, наверное, ботах и вижу отличную, на самом деле, да, динамику. Именно поэтому очень важно для всех, чтобы был какой-то инструментарий, да, подтверждение того, что деньги реально приходят с рынка. Я сразу забегая вперед, скажу, что у нас будет аудит обязательно, и Анна пообещала, что в самое ближайшее время уже будет информация по поводу одной из топовых аудиторских компаний, которая согласится проводить аудит, вот тех средств, которые через краудфандинг идут под управление, да, то есть все будет здесь видно, все будет прозрачно. Не беспокойтесь, что это доверительное управление, ну, определенная форма через краудфандинг доверительного управления, да, вот, ничего в этом страшного нет. На самом деле модель более эффективная, потому что не нужно самому настраивать API-ключи. Могут люди заходить даже с маленьким капиталом, вот по 100 долларов у нас маленькие пакеты, да, из них только 50 долларов будет идти в трейдинг. Вот, именно поэтому нужна какая-то доказательная база. И вот, Дима, я знаю, что ты что-то для нас интересное подготовил. Если ты что-то можешь показать. В принципе, тут как бы вся информация у нас на сайте, то есть я просто хочу обратить внимание на наш сайт, прежде всего пригласить всех на наш сайт. Я сделаю, наверное, шерфскрин. Да. Вот, собственно говоря, одна из страниц нашего сайта. В прямом эфире мы можем наблюдать, что происходит с крипторынком в ту или иную секунду. В данный момент вот этот вот крутящийся глаз, он динамический, он отражает ситуацию на рынке. То есть рынок сейчас спускается вниз, поэтому глаз красный. Вот, соответственно, когда глаз поднимается, когда глаз зеленый, рынок поднимается и так далее. Ну, это, собственно говоря, красивая картинка. Мы сейчас перейдем к цифрам. Я думаю, цифры интересны всем. Ну, на самом деле, в нашей библиотеке свыше 50 разных стратегий. Тут просто представлены стратегии, которые видны всем юзерам, которые заходят на наш сайт. Вот об этих двух последних стратегиях мы поговорим чуть-чуть позже. Эти стратегии с леверджем, с плечом. Мы их выпустили относительно недавно. Они дали абсолютно фантастические результаты с самого начала. Мы перейдем сейчас вот в секцию «My portfolio». Ну, у меня, как у суперадмина, есть доступ ко всем стратегиям. У каждого юзера свой собственный доступ. Я хочу обратить внимание на несколько стратегий. Я хочу, чтобы было бы понятно, что эти стратегии, к ним подключены реальные клиенты. У нас свыше 2000 активных клиентов, которые подключены 24 часа в сутки к этим стратегиям. Скажите, пожалуйста, виден сейчас экран? Да, Дима, все отлично видно, все супер, да? Отлично. Значит, это одна из наших стратегий. Она работает на эфире. И она из типа «Альфа». То есть все наши стратегии делятся на два типа. На тип «Альфа» и «Бета». В чем разница? «Альфа» берет шорт-трейды. Ну, соответственно, когда рынок спускается, то «Альфа» стратегии берут шорт-трейды, позволяют зарабатывать на спуске рынка. Именно долларовую стоимость. Есть у нас также стратегии «Бета», которые во время спуска рынка переводят все средства в USDT, в Тетер, и работают только на поднятие рынка. Но очень тут важно обратить внимание, что бета-стратегия во время того, как рынок спускается, долларовая стоимость в биткоинах аккаунта повышается. То есть рынок опускается, мы находимся в USDT. Соответственно, за ту же самую сумму мы можем купить больше биткоина. То есть именно биткоиновская доходность на аккаунте с бета-стратегией поднимается во время того, как рынок опускается. Мы подойдем к бета-стратегии чуть-чуть попозже. Сейчас мы рассмотрим альфа-стратегию. Теперь вот эти вот результаты, которые видите, то есть, например, доход за год, годовая доходность, у нас на этой стратегии превышает 700%. То есть, ну, вы должны понимать, что, опять же, к нам подключены реальные юзеры. Я приглашаю вас на наши социальные страницы, особенно в Телеграм. Очень важно. Мы в Телеграме всегда публикуем все наши последние новости. Вы можете зайти в Телеграм и буквально прокрутить вниз и увидеть, что, начиная с 2018 года, каждый день мы публикуем скриншоты с нашего сайта с результатами разных стратегий. То есть у нас буквально там каждая стратегия освещается. Ну, соответственно, как бы сложно подделать такие результаты, вы должны это понимать. Поэтому статистика у нас ведется ежедневно, она полностью прозрачна для любого юзера. Может зайти, посмотреть историю прошлых трейдов, посмотреть перформанс, производительность той или иной стратегии и убедиться в том, что то, что происходит у него на портфолио, полностью соответствует тому, что у нас написано на сайте. Опять же, я тут в списках участников видел нескольких наших клиентов, предполагаю, что их значительно тут больше и думаю, ну, как бы, думаю, они могут подтвердить то, что я сейчас говорю, вот буквально в чате, если кто-то хочет, может написать, пожалуйста. И, значит, альфа-стратегия, особенность альфа-стратегии в том, что она, безусловно, достаточно рисковая стратегия. То есть, с одной стороны, она более доходная, чем бета-стратегия, которая не делает шорты. Но, с другой стороны, она также и более рискованная, потому что наша методология заключается в поиске бреккаутов, в поиске сильных движков на рынке. То есть могут быть ситуации, например, вот здесь, да, мы видим, эта синяя линия обозначает движение рынка, ну, или, в принципе, можно простыми словами сказать, это просто держатели биткоина. То есть вот те, кто купил биткоин, например, вот здесь, да, в самом начале, вот на этом графике, да, это где-то 2018 год, январь, он купил его, например, по максимальной цене. Теперь почему, в принципе, в принципе, вот эта стратегия buy and hold, то есть купить и держать биткоин, она может работать, безусловно, хорошо, но в подавляющем большинстве случаев работает плохо. Достаточно вам приобрести любую криптовалюту, например, биткоин, по высокой цене, и после этого, когда, значит, рынок обваливается, уходит вниз, вам приходится ждать, вот, ну, буквально год для того, чтобы снова вернуться к той же самой цене и не потерять долларовую стоимость вашего портфеля. То есть для обычного непрофессионального трейдера, да, момент входа, он достаточно важен на рынке. Очень многих людей сдерживает именно блок, вот такой вот страх, страх потерять долларовую стоимость своего аккаунта, то есть именно войти в ненужный момент. И сейчас, кстати говоря, такой момент может быть, мы находимся в той же самой точке, как два года назад, да, то есть никто не гарантирует, что маркет сейчас не рухнет. Опять же, я абсолютно, я не занимаюсь такими вещами, никогда не гарантирую, для этого и есть вот наш алгоритм. И обращаю внимание, что мы не компания, разрабатывающая боты, мы совершенно другая компания, у нас есть свои собственные наработки, методологии, алгоритмы. Боты – это всего лишь технологическое решение экзекуции трейдов на аккаунте у клиентов, да, вот, но вот, например, вот на этом графике вы можете видеть, да, вот синяя линия – это поведение рынка, зеленая линия – поведение нашей стратегии. Вот, например, да, вот в этой точке рынок стоял на месте, чуть-чуть спускался, но стоял на месте. Наша стратегия тоже дергалась, она стояла на месте, но, обратите внимание, она не проигрывала, то есть чуть-чуть накапливала. Теперь, как только рынок вот здесь вот, синяя линия, да, рынок опустился, обратите внимание, альфа-стратегия заработала на спуске рынка. Ну и, соответственно, когда рынок поднимался, альфа, опять же, заработала. То есть как именно работает стратегия? Во время поднятия рынка открывается лонг-позиция на покупку, в данном случае, эфира. И у трейдеров, у которых возникает вот этот вот страх проиграть долларовую стоимость своего портфеля, этот страх исчезает на каком-то этапе. То есть это очень сильный психологический фактор для людей, да. Теперь, если вы профессиональный трейдер, конечно, который торгуете каждый день, это другая история. Но если у вас есть работа, семья и так далее, то есть, ну, как бы следить день или ночь за рынком – это, мягко говоря, ну, нездорово. Поэтому вот наши алгоритмы просто дают людям одновременно участвовать в трейдинге на крипторынке, с другой стороны, вести, ну, обычный образ жизни. И когда рынок поднимается, у наших клиентов всегда есть тот же самый биткоин, эфир, вот о котором они мечтают. Но когда рынок спускается, этот эфир или тот же самый биткоин превращается в USDT, цена которого не меняется практически. И таким образом, когда рынок обваливается, то долларовая стоимость вашего портфеля не изменяется, наоборот, увеличивается. В случае с альфой она увеличивается в долларах, в случае с бетой она увеличивается в биткоине. Вот, то есть, ну, как бы можно спать спокойно, да. Теперь, опять же, очень сильное отличие нашего сервиса от любого другого сервиса в том, что мы подключаем аккаунты наших юзеров через API, у нас нет доступа к средствам клиентов. Вот, ну, с Daisy история немножко другая, но я просто хочу показать то, чем мы сейчас занимаемся, для того, чтобы просто люди поняли бы, что мы, так сказать, не какая-то там компания без опыта и так далее, мы самый настоящий израильский стартап, я бы даже уже сказал, уже больше, чем стартап, и с многолетним опытом. То есть у нас есть все доказательства, так сказать, для всех с кем-то. Бета-стратегия – это, на самом деле, моя любимая стратегия. Она очень уверенно себя ведет при любых рынках, при любых падениях, поднятиях. Как на данный момент видите, да, то есть все средства сосредоточены в USDT. Стратегия стоит на месте и ждет движка. Вот обратите внимание, 346% годовая доходность. Теперь любой человек может воспользоваться калькулятором на этой странице, посчитать, выбрать любой период времени, например. И вот посчитаю. То есть, например, вот с 10 июня эта стратегия набрала 20%. Значит, теперь обратите внимание, что иногда бывают, конечно, случаи, да, вот Анна много раз говорила о риске и, так сказать, в подтверждении ее слов. Обратите внимание, что несмотря на достаточно высокую годовую доходность, у нас количество проигранных месяцов на этой данной стратегии выше, чем количество месяцов, которые стратегия победила. То есть, это, в принципе, это нормальное состояние. И человек должен, безусловно, оценивать свои возможности, то есть никогда нельзя, естественно, торговать на средства, которые вы не можете себе позволить и так далее. Будьте готовы к тому, что, да, действительно, это рискованные стратегии, но они работают, они работают уже годами, и эти стратегии применялись на абсолютно разных счетах. То есть, у нас есть клиенты, которые заходят и с миллионами долларов на счетах. Мы работаем с институционными клиентами. И сейчас, в принципе, вот появляется доступ розничных клиентов стратегиям, которые применялись в прошлом на институционных клиентах, в том числе на хедж-фондах и в банках. То есть, это очень важное, мне кажется, вступление для того, чтобы вы понимали бы, что мы на рынке уже очень много лет. Соответственно, можно нажать тут не только на производительность, а также и на историю, и проследить буквально позицию за позицией, трейд за трейдом. История находится в полном доступе, она абсолютно прозрачна для любого юзера. Ну, и вот, естественно, по закону подлости страницы не поднимаются. Превращаются. Превратились, слава богу. Да, превратились. Превратились. Значит, можем спуститься вниз, посмотреть, с какого дня стратегия эта начала работать. Соответственно, вот здесь вот правая колонка – это количество лотов, которые были взяты, цена, направление, продажа, покупка, ну и, соответственно, ассет, то есть в этом случае эфир. Вот с этого дня стратегия начала работать. Опять же, наши клиенты получают вот именно те же самые сигналы. Ну, естественно, есть погрешность при выполнении ордера. Это так называемый слипыч, небольшая просадка, которая бывает, но она неизбежна. То есть это, в принципе, это как бы физический запуск сигнала, его исполнение на бирже берет определенное время, это могут быть микросекунды, это могут быть даже секунды, и цена за это время может уйти в том или ином направлении. Но наша команда, ну, она боролась со слипычем очень много, очень много и очень долго, и в конце концов мы сократили этот слипыч, мне кажется, до физического возможного вообще минимума. Ну, безусловно, что мы, конечно, лидеры в индустрии касаемо слипыча. Дим, чтобы помочь тебе просто в цифрах, мы делали проверку слипычей, который сейчас дают брокеры институционалам, и у нас он в шесть раз лучше, чем то, что смогли добиться группы брокеров. Поэтому я считаю, что работа у нас закончилась достаточно хорошим успехом, и с точки зрения экзекьюшн, а мы уже там. Теперь остались вопросы, как Дейзи. То есть это на самом деле задача была очень непростая, потому что одно дело, например, выдать ручные сигналы людям, то есть идите, выполняйте сами. Но другое дело начать обслуживать клиентов абсолютно в автономном режиме, то есть человеку достаточно прийти на сайт, просто зарегистрировать свои API-ключи, и стратегия начнет работать. А еще дополнительный вопрос, а что происходит, когда у тебя, например, уже больше двухсот клиентов или больше тысячи клиентов? Что происходит в этот момент со слипычем? То есть вопрос емкости, да, он был решен нашей командой наилучшим образом. И здесь вот в позицион истории можно увидеть распределение асидов, то есть эфир или USDT, каждые четыре часа. Теперь мы пришли к выводу, это опять же все подтверждено статистикой, да, у нас были разработаны стратегии и на каждый час, у нас были разработаны стратегии, которые работали в непрерывном режиме, по восемь часов, по двадцать четыре часа. В конце концов, статистические данные показали, что наиболее успешные стратегии должны работать вот каждые четыре часа. Теперь разные стратегии работают в разное время, да, то есть у нас, например, не бывает ситуации, когда все абсолютно стратегии выдают сигнал в одно и то же время. Это, естественно, вопрос и ликвидности рынка, и вопрос выполнения ордеров, поэтому у нас очень умная система исполнения ордеров, смарт-оберов. Вот, значит, очень хотелось бы показать стратегию с плечом, потому что это наша вот самая последняя разработка, и я вот тут вот видел нескольких участников, которые как раз к ней подсоединились. Вот, например, мы возьмем стратегию битка. Значит, она у нас начала работать где-то с середины октября, и, ну, так получилось, что когда она была включена для наших юзеров, она уже держала лонг-позицию, вот, но тем не менее, как год, годовая доходность этой стратегии, да, это с плечом, то есть вы должны понимать. Мы вот сейчас вот когда был, было вот это вот серьезное поднятие рынка, вот эти стратегии были с плечом 10. Ну, представлять результат они дали. Намного-намного выше, чем, например, был бы результат просто купить и держать. Вот, я хочу сказать, Илья, думаю, я буду закругляться. Я хочу сказать, что, в принципе, мы пришли на этот рынок, ну, с определенными целями, да, мы до 2017 года не предполагали, что возможно вообще вот так вот быстро продвигаться, но это факт, то есть наша компания сейчас двигается с бешеной скоростью, у нас каждый день больше и больше клиентов, наша UN увеличивается значительно, мы сейчас обслуживаем больше 10 миллионов только вот от розничных клиентов, но вот в связи с тем, что мы сейчас запускаем DASY, наша компания закрыла доступ для розничных клиентов на нашем сайте, теперь мы работаем только с институтами, и все розничные клиенты приглашены, естественно, работать с нами через DASY, пользоваться нашей технологией через DASY, вот. И, ну, конечно, безусловно, конечная цель нашей компании, да, это полностью исключить любую конкуренцию на этом рынке. Это важно понимать, мы очень чистолюбивые фаундеры, которые после экзитов, то есть мы знаем, как работать на этом рынке, и, ну, это не только наше мнение, вот у нас есть юзеры, которые с нами работают уже достаточно долго, тот уровень технологий, до которого мы дошли, ну, нашим конкурентам, по крайней мере, будет очень сложно достичь того же уровня, а скорость, с которой мы двигаемся, она, безусловно, перекроет скорость любого нашего конкурента. Поэтому я желаю всем нам удачи, и спасибо большое, Илья, спасибо большое, Эдик, за то, что вы делаете, за то, за вот эту вот идею, о которой вы сейчас будете общаться с участниками по поводу DASY Global, вот. Ну, на этом, так сказать, наша часть, я думаю, здесь, на этом этапе завершена. Дима, огромное спасибо, вот, Анна, тоже огромное спасибо. Вот, ребята, да, вы услышали самое главное. Во-первых, вы увидели, что все это работает. Я думаю, что скепсис, как Дима сказал, да, он улетучился, вот. Для, и для скептиков, и не для скептиков это было полезно, да. Во-вторых, наверное, самое важное, да, то, что было сказано, на самом деле эти все стратегии, вообще эта система, она для институционалов, институционалов изначально, да, в прототипе в своем работает. И сейчас, если после запуска DASY кто-то со страны, не через DASY, захочет зайти, то на сайте будет написана такая вот цифра в размере, Дима, поправь меня, 120 тысяч долларов, да, примерно. Это то, что нужно будет заплатить только для того, это не пойдет в инвестицию, только для того, чтобы подключиться к системе. Плюс нужно иметь крупный капитал, чтобы подсоединиться. Через DASY вы сможете попробовать в формате краудфандинга, да, вы сможете попробовать эту систему, начиная с такого огромного капитала, в кавычках, как 100 долларов, да, то есть почувствуйте разницу. 120 тысяч долларов только на вход и плюс крупный капитал, или просто вот 100 долларов, да. И, конечно же, те люди, кто будут заходить на первый пакет, на маленький пакет в DASY, это не есть целевая аудитория, что у нас там нет какой-то желания, чтобы 10 миллионов человек зашло на 100 долларов, на этом все закончилось. То есть это не называется ни инвестицией, ничем. Но для краудфандинга это очень удобная форма, потому что краудфандинг по своей сути это привлечение средств большого количества людей, это могут быть самые маленькие средства. И мы благодарны любому абсолютно участнику, который выделит любую комфортную для него сумму на этот краудфандинг, потому что мы вместе будем двигаться к одной миссии, к одной задаче, к одной идее. Это создание этого суперинтеллекта. И я надеюсь, что выступление Анны и Дмитрия на русском языке было для всех вас полезно. И мы тогда... Я думал, на самом деле, сегодня презентовать маркетинг-план, но так как мы очень долго с вами сегодня здесь общаемся, вот, и так развернуто достаточно, я тогда, наверное, Эдик, может быть, мы с тобой просто несколько еще слов скажем в завершении сегодняшней сессии, а маркетинг-план, с вашего позволения, я перенесу на другой день, да, потому что если я сейчас буду рассказывать о маркетинг, это будет очень долго. Хотя я понимаю, что в комнате есть большое количество людей, которые очень хотят войти в ряды Дэзи и начать продвигать, и начать зарабатывать. Мы все маркетологи, понятное дело, да, что есть это желание, вот, но школу эту мы проведем чуть попозже, потому что уже почти полтора часа общаемся. Самое важное то, что продукт рабочий, самое важное то, что суперинтеллект, он на самом деле существует, пока он существует, чуть-чуть на бумаге, чуть-чуть в разработке, в основном в головах, но через год, через полтора, после того, как мы соберем определенную сумму, да, которую мы указали, да, вот определенный таргет, после этого этот суперинтеллект, он появится, и мы сможем на самом деле этим суперинтеллектом пользоваться, то есть для чего все делается, да, в частности, и извлекать большую доходность с торговых стратегий, то есть он должен позволить по задумке, да, увеличить значительно те доходы, которые мы от системы получаем, да, хотя, конечно же, при этом мы не говорим о том, что тут перестанет быть какой-то риск, и все будет гарантировано, то есть такого, конечно же, нет, да, то есть риск, он всегда остается, вот, но результативность этих систем, она должна увеличиваться, и это очень классно, вот, поэтому, что еще хочется сказать, то, что, то, что вот на все на это, действительно, наложилось сразу же несколько трендов, во-первых, это тренд смарт-контракта, о котором мы уже говорили, это тренд, в котором нету директоров, нету президентов компаний, нету никаких жадных, алчных людей, которые ваши деньги в свои карманы кладут, которые вас обманывают, при всем желании даже создатели смарт-контракта не могут здесь ничего сделать, после того, как он будет запущен, да, после диплоймента смарт-контракта, после запуска, никто ничего здесь изменить не может. Вот, на момент запуска смарт-контракта у нас будет аудит, технический аудит, который будет подтверждать сторонней организации, да, уважаемой организации, что весь код, который написан в смарт-контракте, он полностью соответствует тому, что мы декларируем, именно маркетинг-планом, то есть средства, половина средств, или 30% в зависимости от пакета, сразу же будут распределяться, да, лично на кошельки, на трон-кошельки всех участников, вот, и это будет, на самом деле, очень интересно наблюдать с первого дня, с первого часа, с первой минуты, у нас будут здесь классные истории, большие чеки, очень быстро, большие деньги будут заработаны, а продуктовая часть, она для каждого клиента будет идти планомерно-планомерно после этого, да, потому что тренинг – это такая штука, здесь не станешь богатым за час или за день, или за месяц, да, это долгосрочное такое вложение, вот, и деньги будут работать в течение длительного срока, ровно как и акции, да, акции компании Endotech, это долгосрочная история, мы понимаем, да, когда мы краудфандинг получаем доли, после краудфандинга доли будут конвертироваться в акции, естественно, естественно, да, это все не может произойти там за полмесяца, за один месяц, поэтому настраивайтесь хотя бы на один год, хотя бы на один год, за этот год у нас будет очень бурное развитие, мы вместе с вами, я думаю, пройдем много этапов развития, вот, и сейчас, у нас на носу запуск, поэтому мы готовимся, лидеры готовятся, и все уже скачали кошельки, TronWallet, TronLink, Clever, три самые популярные кошелька, на смартфоны, на компьютеры, все затарились тронами, и все готовятся к запуску, потому что после запуска, в момент, когда произойдет запуск, если у вас на кошельке нет трона, и за вами большое количество людей, которые хотят вложить, поверьте, что просто вы пропустите свое место в матрице, вот, вы упустите потенциальное вознаграждение, поэтому очень важно, чтобы у всех были эти троны приготовлены, сейчас у нас у всех есть это время, вот, а как уже деньги будут дистрибутироваться, распределяться, как на этом на всем можно заработать, и почему сейчас топовые-топовые лидеры со всего мира, включая владельцев сетевых компаний, мастер-дистрибьюторов сетевых компаний, продуктовых сетевых компаний, легенды мира MLM с разных стран, с Европы, с Азии, с рынков СНГ, из Японии, да, очень классные лидеры присоединяются, из Вьетнама, из разных стран, почему они все присоединяются к Дези, в чем феномен Дези, я думаю, что вы уже примерно поняли, и маркетинговую часть, как я уже сказал, мы будем объяснять в следующий раз. Эдик, я хотел бы, может быть, чтобы ты сказал в завершение тоже несколько слов, насколько мы ожидаем этого всего, да, может быть, твое видение какое-то или напутствие. Хорошо. Да, то есть хотелось бы, конечно, чтобы мы прошли по маркетинговому плану, потому что это такой очень exciting, реально смарт-контракт, и с настоящим вот этим endotech соединение это произвело в мире, то есть огромный взрыв, реально, да, и я бы хотел, что сказать, 15 декабря, 5 утра по моему времени, я не знаю, кто на каком времени, у меня сейчас, сколько у меня сейчас, у меня сейчас 8.28 утра, вот 5 утра с моего времени, у нас будет большая глобальная презентация. Это 16.00 по Москве, получается, 16.00 по Москве. Да, и это будет идти на 12 разных языков, будет сразу спонтанно перевод, каждый выбирает свой язык, и он будет слышать на своем языке. Джейми Рома, один из наших партнеров, он будет рассказывать там и план, и все подготовит. Конечно, доктор Анна там же будет, Дмитрий, мы все там будем участвовать, да, так что готовьтесь к этому дню, приглашайте всех своих, потому что здесь реально в процессе вот этой разработки вот этого суперинтеллекта, да, здесь потенциал нам заработать реально здесь. Я не буду говорить здесь эти суммы какие, но реально. Эта программа сделает очень-очень много миллионеров. Именно на краудфандинге, я не говорю сейчас что-то про это, я говорю именно на краудфандинге те люди, которые лидеры, которые строят. Я на сегодняшний день, я не могу сказать сколько, я разговариваю 10 зумов с большими лидерами, которых, ну, даже не знал, что существует, которые уже зарабатывали сотни тысяч в день. Они говорят, нам ничего не нужно, но у вас, говорит, до того интересная программа, что мы не можем просто, чтобы не войти. Мы уже не думали, что мы что-то будем делать. И они приходят, моментально все на 10 пакетов с нами, то есть конкретно, и соединяют больше и больше людей, так что я думаю, у нас первый день сотни тысяч будут. Это реально, это не какая-то там фантазия сейчас. В начале мы с Ильей когда рассуждали про это, мы думали, ну, сможем сделать, наверное, человек тысяч 10 в первый день зайти. Сейчас мы смотрим, мы не можем даже сказать, что будет. Но опять, хотелось бы, чтобы сейчас послушать дальше маркетинг, но, конечно, задержалась. Я скажу, если бы это были бы японцы, они бы нас не отпустили. Они такие, что они 3-4 часа, ни один человек из комнаты не выйдет, они будут сидеть записывать, совсем как бы это по-другому, они думают, да. Но все, Илья, наверное, завершаем, да, как ты? Да, да, на этом мы завершаем, да. Ребят, огромное спасибо. Вот слайды по маркетингу, вообще общие слайды уже практически на финальной стадии, да, еще там осталось, чтобы юристы посмотрели, все смогут получить на русском языке, да, у нас сейчас русскоязычный Zoom. И мы, конечно же, будем проводить школы по маркетингу, да, для того, чтобы было четкое понимание, как вообще здесь структурироваться, да, это форсированная матрица, совмещенная с юни-левелом, с линейкой. Вот здесь выплаты и на входе, и на выходе, рассчитаны на долгосрочное извлечение прибыли. И самое главное, да, чтобы вы все понимали, что здесь все держится на извлечении прибыли, да, здесь есть реальный продукт. Покуда эндотек с технологией, вот с этой классной технологией, которую сегодня вы так много услышали, генерирует прибыль, мы все с вами будем зарабатывать, и компания эндотек будет зарабатывать, потому что компания эндотек зарабатывает то, что на английском называется performance fee, по-русски это комиссия на прибыль, только с прибыли. Если компания эндотек с ее прорывными технологиями не генерирует прибыль по какой-то причине, то она сама не зарабатывает. Мы все как ниточка с иголочкой, мы нужны друг другу, это у нас такой симбиоз, у нас такая коллаборация очень классная, и когда люди вашей команды будут зарабатывать и выводить вознаграждение от торговой части, да, от торговой части, то вы тоже с этого будете по чуть-чуть, по чуть-чуть получать резидуальный бонус, то есть здесь не только на входе и на продаже пакетов идет заработок. И вот этот вот фокус на самом деле на клиентов, фокус на резидуальный доход, он очень важен для нас, потому что в основе угла, в основе всей этой концепции – это конечные клиенты, чтобы вы понимали. И именно поэтому у нас есть программа VIP-клиентов, вот я наконец в завершение скажу, о которой не все знают. Те люди, кто купили 10 пакетов за 102 тысячи долларов суммарно, могут после этого на своих личных счетах, полностью инвестируя свой личный капитал, это уже настоящие инвестиции, да, заключить контракт непосредственно с Эндотеком и работать по той стратегии, которую они предпочтут, то есть может уже кастомизированная какая-то стратегия. Эта программа запустится попозже, потому что сейчас у компании Эндотек нет ресурсов просто, чтобы ее прямо при запуске Дези запустить, но позже, возможно, с января, вот Анна, может быть, подскажет, или с февраля, то есть в ближайшее время она запустится. И у нас будут клиенты, которые будут инвестировать в более крупные суммы, держа капитал у себя на счету, но для этого нужно будет сначала приобрести 10 пакетов. И это в разы, в разы, в разы выгоднее, чем заходить как институциональный клиент, который платит 120 тысяч на входе и только потом инвестирует в капитал. Здесь, вы инвестируя в 10 пакетов, в краудфандинг, вы получаете порядка 70 тысяч долларов уже в торговле, то есть, по сути дела, в маркетинг уходит только где-то 30 тысяч. Сравните 30 тысяч и 120 тысяч, очень большая разница. Поэтому мы спроецировали такую программу, самим это очень интересно, у нас очень многие друзья хотят на эту программу зайти. Ребят, на этом я загругляюсь, всем огромное спасибо. Вот мы сегодня так немножко, может быть, затянуто провели встречу, не в такой большой сильной динамике, да, но у нас будут встречи отдельные по маркетингу, будем там более так зажигать, вот вместе, да, какие-то кейсы обсуждать обязательно. Давайте тогда по 10-бальной шкале поставьте, пожалуйста, насколько вам было приятно услышать выступления Анны и Дмитрия. Это первое, напоминаю, первое выступление представителей компании Endotec на русском языке. Поставьте от единицы до десятки, насколько вам было приятно слышать, насколько вы поняли, что такое Endotec, и на этом мы закруглимся. Так, я проверю, одну секундочку, извиняюсь. Вот сейчас можно, вот сейчас можно, да, я отключал чат просто, чтобы не отвлекаться. Вот, очень приятно видеть много десяток, супер, спасибо, ребят, спасибо огромное. 10 плюс 10 равно 100, да. На самом деле это 10 умножить на 10 будет 100, супер, супер, супер. Все, ребята, давай маркетинг, вот просят, давай маркетинг. Я могу, конечно, рассказать маркетинг, но просто реально мы полтора часа уже с вами общаемся, это небольшой перегруз, это небольшой перегруз, вот, поэтому я все-таки маркетинг отдельной школой вынесу, я думаю, так будет лучше, да, тем более у нас запланированы сейчас еще всякие разные звонки, вот, и поэтому маркетинг на ближайшие дни обязательно анонсируем. Может быть, сразу давай сейчас определимся, скажем, здесь какой день маркетинг сделаем, может, на этой неделе объявим, а потом уже… На этой неделе мы обязательно сделаем, да, я думаю, что, может быть, через 2-3 дня, завтра мы дадим анонс, нам нужно просто пообщаться, посмотреть график, он у нас достаточно наполненный, и мы тогда дадим маркетинг, расскажем, объясним, как здесь зарабатываются деньги, и тогда сделаем анонс, и всем, кому интересно здесь продвигать этот краудфандинг, да, до системы DESI, всем можно будет зайти на эту школу. Ребята, огромное спасибо, вот, я понимаю, что есть большое количество вопросов, но у нас просто нет времени ответить на эти вопросы, да, мы основные вопросы обязательно запишем, и через лидеров, и мы потом донесем ответы по чатам, по рабочим и так далее. Всем всего доброго, Анна, Дмитрий, еще раз низкий вам поклон, спасибо за выступление, Эдик, тебе тоже огромное спасибо, до связи, да, ждем 15 декабря, большой-большой глобальный зум, там будет много тысяч человек, и там будет 10, 12, да, языков, синхронный перевод. 15 языков. Да, и будет русский язык, естественно, тоже, так что в 16 по Москве мы тоже сделаем это анонс заранее, вот, приходите на запуск проекта. Всего доброго.